Добрый вечер, дорогие зрители! События прошедших месяцев никого не оставляют равнодушными, ни в Европе, ни в России. В России многие беспокоятся об украинцах, о судьбе целого народа и о будущем страны. Еще одним свидетельством этого можно считать реакцию жителей России на события в Одессе. Перед посольством Украины в Москве был сооружен мемориал жертв столкновений в Одессе. А в интернете появилась петиция против введения войск России и НАТО. Инициаторы петиций, простые граждане страны, считают это важным, потому что в противном случае это приведет к новой мировой войне, в которой может быть истреблено почти все человечество. В тексте петиции говорится «Мы требуем вывести с территории Украины всех иностранных провокаторов и сотрудников спецслужб, разжигающих ненависть, ведь именно с провокаций спецслужб начинались Первая и Вторая мировые войны. Спецслужбы убивали людей, а ответственность возлагали на тех, кто был предназначен к нападению. Спецслужбы Англии и Франции организовали убийство принца Фердинанда, а обвинили Сербию. Спецслужбы фашистской Германии напали на свою же радиостанцию, а обвинили Польшу. Вот и сейчас убивают спецслужбы их боевики и со стороны Запада, и со стороны Востока Украины. А говорят, что только армии могут усмирить убийц, но нас снова хотят обмануть. Это те и убивают. Кто хочет найти повод вести свои войска? Но тогда будут убивать уже все гражданское население Украины. Законы войны жестокие. Это показали и Югославия, и Ирак, и Ливия. На Украине нашли много газа. Это, очевидно, и стало причиной драки газовых магнатов, и западных, и восточных, за ресурсы. Но дерутся они руками простых граждан. Если собаку не дразнить, она не бросится. Если людей не возмутить, они не пойдут убивать друг друга. Поэтому сегодня профессиональные провокаторы убийцы, хладнокровные палачи, жестоко убивают людей на юго-востоке Украины, выдавая себя за правый сектор. Они же убивали и евромайдановцев, и беркутовцев на Майдане в Киеве, представляя силовиками или россиянами. Их цель – стравить Запад и Юго-Восток, заставит нас всех поверить, что жители Запада Украины желают смерти жителям Юго-Востока, и наоборот. В разжигании братоубийственной ненависти им помогают СМИ, которым нельзя верить. Ведь спарование животов, сжигание людей заживо могут указать на авторов, нелюдей, сатанистов, которым и нужна война, ее зверство и безнаказанность. И призывать людей идти убивать – это значит звать новую, третью мировую войну, в которой победителей не будет. Если на территорию Украины будут введены миротворческие войска НАТО или России, это однозначно станет началом новой мировой войны. Так же было и в Польше, на поделенной территории которой сошлись войска Германии и СССР. Народ Украины должен иметь право на самоопределение без иностранного вмешательства. Именно этого и боятся провокаторы – мира. А здравомыслящие граждане должны все силы вкладывать именно в борьбу за мир, если хотят отстоять свое главное право – право на жизнь. Напомним, что Вторая мировая из Польши покатилась в СССР. Если на Украине вспыхнет пожар Третьей мировой, Россия первая понесет на себе всю ее тяжесть. Гражданам Украины и России делить нечего. Газ и у тех, и у других отобрали олигархи, а теперь хотят отобрать и жизнь. Уважаемые зрители, помним ли мы, что гражданская война в Украине была инсценирована маленькой группой властолюбивых мироправителей, в то время как большая часть населения не хочет войны, наоборот. Даже граждане Германии все больше выходят на улицы, чтобы выразить свое стремление к миру. Кляге Маур ТВ сообщал об этом в передаче от 17 апреля 2014 года. Прилагайте и вы свои усилия вместе с нами для достижения мира в наших странах. Будьте активны. Мы рассчитываем на вас.